Всем привет! Вы смотрите новости ММА. Сегодня подробности боя Махачев-Грин прямо сейчас. Погнали! Только что в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 202, где в главном событии шоу Ислам Махачев одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Бобби Грином. Все прошло именно так, как и ожидалось. Почти уверен, что Ислам потеет больше в своей разминке перед боем, чем в бою против Бобби Грин. Но об этом по порядку. На первых же секундах Махачев отметился несколькими ударами. Грин видел все удары, уверенно контролировал дистанцию. Ближе к середине отрезка Махачев поджал соперника к сетке, где поймал ногу американца. После удара попытался провести подсечку. Затем бой перешел в партер, где Махачев забрал выгодную позицию, выбросил на соперника удары с обеих рук до отмашки рефери. К слову сказать, что эта победа стала уже десятой подряд для Махачева. Теперь на счету его 22 победы. Всего одно поражение. Грин проиграл 13-й бой в карьере. А теперь то, ради чего мы здесь все собрались. Махачев против Грина зарплаты. Приблизительно. И премиальные выплаты. Обратите внимание, друзья, что это предполагаемые итоги по выплатам, так как Атлетическая комиссия Невады больше не публикует официальную информацию о доходах. Итак, нам показывают вот такие цифры. Ислам Махачев в 141 тысячи долларов. Входит сюда 65 тысяч за выступление. 65 за победу. 11 тысяч это поощрительная выплата за участие в бойцовской неделе. Пресс-конференции, интервью и фотосессии. Бобби Грин, его выплаты ниже. 91 тысяча. 70 тысяч это за выступление. 21 тысяча, как видите, выплата за бойцовскую неделю. Арман Царукян тоже интересно. 136 тысяч долларов. 40 тысяч за победу. 50 тысяч это поощрительная выплата за выступление вечера. 6 тысяч за участие в бойцовской неделе. Ну и все остальные итоги по выплатам, друзья, видите у себя на экранах. Бобби Грин заслуживает уважения. Мы должны отдать ему должное за то, что делает то, что другие не сделали бы. Он вышел туда без страха в сердце на коротком уведомлении. Это был последний бой по контракту Бобби, к слову сказать. Но для Ислама Махачева еще одна хорошая победа. Если он победит Оливейру, то вижу, что будет таким же доминатором в октагоне, как и Хабиб. Еще одно. Если Оливейра не сможет победить Махачева, я не думаю, что кто-то вообще сможет это сделать в ближайшее время. Я рад, что Ислам Махачев победил. Уважение Бобби Грину. Ну и в завершение вот такая была реакция на победу от Хабиба. Никаких слов. Просто одно фото, которое говорит само за себя. Друзья, друг, спарринг-партнер и тренер Хабиб бросился поздравлять своего друга Махачева. Главная и самая ценная реакция. Вы узнали, какие зарплаты Махачева и Грина за бой. Также первый обзор, как все было. Ну и реакция Хабиба на этот поединок. Я слышал, кстати, что Дана сказал, что следующий бой для Махачева будет за титул. Октябрь имеет смысл. Хотелось бы, чтобы он дрался, конечно же, раньше, но при этом был в хорошей форме. Так что думаю, что сейчас нужен отдых. Он, естественно, пойдет на пользу Исламу Махачеву. И примерно в октябре месяце мы увидим возвращение за титулом в бою против Чарльза Оливиры. Там уже, кстати, Конор Магрегор хочет перехватить бой с Оливирой. И бразилец отвечает ему согласием. В общем, интересно, каким будет слово, конечное слово Даны Уайта. Кому он даст титульник? Конору Магрегору, Исламу Махачеву, а может быть вообще какой-то третий вариант. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Что думаете, как вам этот бой, согласно с тем, что Махачев должен быть следующим претендентом на титулник? Обо всем пишите в комментариях. Давайте все обсудим там. А мы увидимся в новых роликах. Всем удачи. До скорого.